Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Как делать деньги». Я ее ведущий Александр Гурарье. Сегодня мы поговорим, как делать деньги, как делают деньги на наших с вами карманов. Мы беседуем с экономистом Михаилом Юровским. Михаил, здравствуйте! Здравствуйте, Саша! Михаил, Израиль – страна, которая импортирует товары со всего мира. Это как товары широкого потребления, народного потребления, продукты питания, так и всевозможная электроника, автомобили и так далее. Скажите, пожалуйста, насколько влияет цена на международном рынке, колебания цен на международном рынке, влияет на колебания цен на внутреннем рынке нашей страны? И влияет ли вообще? Во-первых, безусловно, влияет. Во-вторых, зависит от нескольких причин, в частности, от того, насколько эти тенденции долгосрочные или краткосрочные. Если это какие-то небольшие флюктуации на биржах, то влияние не очень большое. С другой стороны, если имеет место среднесрочное или долгосрочное снижение цены, повышение цены на какой-то товар, то, конечно же, влияние будет, иногда даже достаточно серьезное. Михаил, возьмем цены на нефть. В Израиле раз в месяц корректируется цена на топливо. Цена на топливо, цена на бензин и дизельное топливо у нас регулируется государством, специальной комиссией. Так вот, когда цена на нефть повышается, то мы это моментально ощущаем, то есть пропорционально возрастает цена на бензин. Как только цена на нефть снижается, то есть цена на бензин тоже у нас на внутреннем рынке снижается, но в меньшей степени. И все это связано с тем, что есть так называемый акцизный налог, который государство по своему усмотрению нивелирует. Так как же все-таки, влияет напрямую или все-таки опосредованно? Вот именно так, опосредованно. Потому что, если мы возьмем, например, ту же нефть, те же ГСМ, горючие смазочные материалы, то там составляющая, собственно, закупочной цены, она достаточно небольшая. Но есть достаточно большие элементы в конечной цене, заложенные элементы, например, налогообложения, например, накладных расходов и, конечно же, расходы на переработку. То есть вот эти вот, например, на севере у нас НПЗ, да, нефтеперерабатывающие заводы, в Аждоде есть тоже, они тоже вкладывают свою долю, отбирают себе некую долю дохода из этой конечной цены. Но решающее слово все равно за государством. Да, из-за государством. Поэтому вот то сырье, цена исходного сырья, колеблется ли она сильно или слабо, в конце концов мы видим и испытываем это на себе в гораздо меньшей степени. То есть если, условно говоря, цена упала на 10%, то это абсолютно не значит, что мы на следующий месяц увидим цену бензина, конечного продукта более низкую на 10%. Но в том случае, если цена повышается на 10%, то мы видим повышение цены на близкую сумму. Да, может быть, 5-7-8%, да, процентов. В частности, например, цены на билеты на общественные транспорты. Ясно. То есть только у меня такое ощущение, что вот все время мы чувствуем руку родного государства в наших карманах, или это объективная реальность? Это объективная реальность, потому что расходы на топливо и налогообложение на горючие смазочные материалы, это очень важный источник, в принципе, любого бюджета, в том числе израильского, конечно. Ну, Михаил, оставим в покое горючие смазочные материалы, хотя это важная очень тема. Давайте поговорим о товарах народного потребления, ну, скажем так, о продуктах питания. Я знаю, что вы буквально на днях вернулись из поездки в Россию, были там в командировке. И как вам показалось вообще цены на товары, производимые внутри страны, на продукты питания, и как они нивелируются с теми ценами, по которым продают эти же продукты нам здесь, в Израиле? Во-первых, конечно же, товары российского производства, учитывая тот курс доллара, который принят сейчас, нам, израильтянам или, в принципе, любым западным туристам, они кажутся очень дешевыми. Естественно, импортные товары, которые завезены из других стран, в том числе из Израиля, например, израильский перец, цены примерно соответствуют нашим. Но что меня шокировало? Шокировало меня то, что это некое понимание, которое вдруг меня озарило, что при том, что цены для, скажем так, на продукты питания, которые значительны, импорт которых весьма значительен из России в Израиль, достигает порядка сотен миллионов долларов в год. Цены российские, если мы смотрим, переводим это в шекели, они достаточно скромные. То есть они просто понизились, потому что повысился курс шекеля? Да, из-за доллара. Но, в то же время, цены в израильских магазинах не понизились практически ни на йоту. И в этом отношении у меня возникает вопрос и к импортерам, поставщикам этой продукции, и, соответственно, затем к антимонопольному ведомству. Почему? Куда идет разница? То есть, если мы, как потребители израильские, продолжаем платить за те же конфеты, российские, московские, неважно, 50, 60, иногда и 70 шекелей, продолжаем, как и раньше, а российскому производителю или израильскому импортеру они обходятся гораздо дешевле, если мы смотрим на них в долларах или в шекелях, то куда же идет вот эта маржа, вот эта огромная сверхприбыль? Здесь следует упомянуть, что если компания признается монополистом, а это не обязательно огромная компания, типа Безека, ей может быть даже маленькая компания, которая монопольно владеет долей рынка на определенный продукт свыше 50%, компания-монополист не имеет права использовать свое положение для извлечения сверхприбылий. И поэтому тот классический якобы капиталистический аргумент говорит, не нравится, бери другое, он здесь не работает. Израильский закон однозначно говорит, нет такого, потребитель должен быть защищен законодательно, и так называемая свобода выбора в этом отношении не должна трактоваться в пользу завышения цены и извлечения сверхприбыли. А вы не допускаете, что договора наших импортеров с поставщиками российскими, в частности, там российскими, украинскими, неважно, они подписаны в долларах, и не исключено, что договор подписан, скажем, на год, там зафиксирована цена, и для импортера, как бы без разницы, он платит все равно в долларах, и, соответственно, берет здесь трудящихся, дерет три шкуры. — Опять же, поэтому я не обвиняю прямо каких-то конкретных импортеров, но я говорю, что это, как мне кажется, вполне достойно проверки. То есть, либо такой импортер, он не совсем хороший бизнесмен, потому что, что значит заключен в долларах? А почему тогда не использовать ценовую конъюнктуру для того, чтобы, во-первых, извлечь более высокую прибыль, и, во-вторых, понизить цену для нас, для конечного потребителя? — Ну, если договор заключен, как он может его пересмотреть? — Договор же, во-первых, договор конечен в своем, у него есть какая-то конечная дата, а доллар вскачет уже в России полтора года, поэтому нет же договоров с бесконечным, которые никогда не оканчиваются. Любой договор может быть пересмотрен, если ценовая конъюнктура резко поменялась, а она поменялась очень резко, согласитесь. — Так получается, что израильские потребители как бы живут и покупают себе те товары, которые они привыкли, например, они покупают конфеты, сладости какие-то, майонез, да, российского производства, покупают под тем же ценом, по которым они покупали год назад. То есть для наших потребителей ничего не изменилось. А импортер покупает, по крайней мере, мы допускаем такое, покупает это теперь практически в два раза дешевле. Если не в три. Мы же помним, что доллар был всего два года назад 30 рублей, 28 рублей, сейчас он уже 70, 71, 73. — То есть это касается всего спектра импортных товаров, которые завозят. Ну, кстати, аналогичная ситуация же в Украине, там тоже доллар растет, может быть, не такими темпами, и получается, что товары, которые импортируются с Украины, то же самое, да, то есть они тоже продаются по завышенным ценам. — Это однозначно так. Например, та же фабрика «Рошен», знаменитая, у нее есть заводы и в России, и в Украине, поэтому это, вот это мое наблюдение, его можно точно так же применить и к украинским реалиям. — Окей, что нам делать? — Я думаю, что интересно было бы проверить со специалистами, в том числе и со специалистами и сотрудниками антимонопольного ведомства, нет ли здесь использования вот такой вот конъюнктуры с тем, чтобы извлечь сверхприбыль, потому что в случае, если какую-то конкретную, скорее всего, каждую номенклатуру товара, на нее есть один импортер, то есть нет те же самые конфеты, например, Бабаевского комбината, вряд ли их импортируют несколько компаний. Скорее всего, это одна компания, мне кажется, или тот же майонез Макеев, Макеев или Макеев, его импортирует одна компания, и, соответственно, она может использовать свое положение, поскольку это популярный продукт, для того, чтобы извлекать сверхприбыль. Если это так, то здесь могут быть признаки нарушения законодательства. — А кто должен обратиться с просьбой проверить это? Граждане, организации какие-то? — Да, любой гражданин, любая организация могут обратиться, и тогда уже на месте служащие решат, давать ли ход этому. — Михаил, а может быть целесообразнее обратиться в общество защиты прав потребителя, чтобы они уже обратились от коллектива, от целой категории потребителей? — Это тоже, это один из вариантов, да, однозначно, чтобы... В любом случае, есть достаточно специалистов, которые могут, в том числе специалистов, которые являются постслужащими, которые могут проверить и выдать свою экспертную оценку вот этому явлению. — Михаил, давайте договоримся так. — Попробуйте вы, вот от себя лично, Михаил Юровский, экономист, написать заявление, написать письмо, жалобу в общество защиты прав потребителей с изложением вот этих вот соображений. И посмотрим, как будет действовать общество защиты прав потребителей, заодно мы узнаем вообще, как это работает, да, и работает ли вообще. И мы постараемся в наших следующих передачах, если вы получите, мы надеемся, получите какой-то ответ, осветить этот вопрос снова и посмотреть, к чему это приведет. — Я принимаю ваш вызов, Саша. — Да, перчатка брошена. — Я проконсультируюсь с одним из своих знакомых адвокатов, и вполне возможно, что даже скорее всего мы выступим с таким обращением. — Спасибо. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Как делать деньги». С нами на связи был Михаил Юровский, экономист, и он рассказывал о том, как на наших карманах, из наших карманов изымаются деньги. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...